Еще одна сценка, друзья, у меня их много интересных. Как отходит груша под названием Воронежская, с ней что-то случилось. Я бы не стал вам показывать. Я снимаю, снимаю. Ты опять показываешь свое восточное единоборство, да? Да. Ты кто там, суперкот теперь? Или барабан? Черепашка-ниндзя. А, ты черепашка-ниндзя. Ну ладно, а я продолжаю. Тимош, ты мне нужен помощь. Потряси вот эту ветку. Вот эту вот. Показывай вот эту вот. Вот ее я показываю вот эту. Нет, вот ту, ту, потолще которая. Нет, нет, следующая за тобой. Сможешь? Мне нужно, чтобы пару груш упало. Слава богу, пока есть. Гости стараются уменьшать урожай. Не получил. Ну давай я потрясу. Вот, вот так вот. Вот это пойдет на угощение. Дело в том, что стал бы я вам показывать. Я все стараюсь что-то необычное показывать. И вот оно необычное. Вот эти груши за несколько лет полностью изменили свою форму. Если говорить точнее, за один год. Вот они стали вот такой вот формы. Вот одна, например. Вот вторая. Знать бы есть название. Воронежская? Воронежская. Может, у нее есть официальное название. А куда нам эти гусы класть? А пока никуда. Потому что мы сейчас пойдем кормить котов. Там в ведре пока... В ведро занято мясом. Вот. И некоторые еще сохранили почти стандартную форму. Ну, в общем, видите, да? Видите, видите. Что-то в природе случилось. Вот. Почему она такая стала? Я не могу сказать. Всегда были стандартные, похожие на лампочку. Ну, где-то 60-ваттную. Ну, вот, что я имею, то имею. Это остатки урожая тут. Гостям разрешается ходить по саду. Единственное, питомник. Единственное, младший сад, где разрешается ходить гостям и все собирать. Вот. Так, Тимоша, у нас тут пропадают сливы. Вот только сейчас заметил. Ну, в общем, чтобы закончить тему с грушами, поняли. Необычный год заключается в следующем. Внимание! Груша лада. Тоже стала вот такой формы. Я ничего понять не могу. Вот она снова, груша лада. Вот она, груша лада. Это не единичный случай. Они все такие. Некоторые вообще превратились. Попробуйте сказать, что это форма грушевидная или форма лампочки. Вот такие дела. Вот. Скажите, я их сюда подбросил. А вот она, на дереве. Видели? У меня едет крыша. Я редко когда... Я нахожу объяснение. Однажды усну. Поэтому утром проснусь, и я буду знать, почему они такие. Пока не могу сказать. Вот. То есть так. Первые наметки. Дело в том, что, к сожалению, тут не осталось ни одной усурийской груши. Усурийскую грушу. Я вам сейчас покажу фотографию. Деда, давай гусы помоем, и я буду их есть. Подожди, я должен фильм закончить. Вот. Так вот, друзья, что произошло. Сосед полностью выпилил грушу. Посмотрите на эти фотографии. Я их найду. Там его мама вот этого мужественного парня. Вот. Черепашки-ниндзя. Так. Ты можешь осторожно. Вот сейчас раз упало пару листиков, да? Смотрите. А наш народ приучен... Это дерево, которое... Помните, я вам показывал в фильме? Погибает из-за того, что гнет корневая шейка. Вот. А причину никто не знает. Так я почему на нее перешел? Потому что вот он сейчас две листика с нее сбил. Я сразу вспомнил. Запомните, друзья, еще раз. Я... Смотрите. Против меня тысячи публикаций и этих видеороликов. Тысячи. И что я могу сделать? Вот, видите? Вот эту объявят жирущей. Ее объявят бесполезно. Ее объявят волчком. Вредным, которым мешает дерево. И заставят срезать вот тут. И будет жаранно размером с мелкую монету. Вот что страшно. Так вот, запомните, друзья. Когда отсыхают ветки выше, дерево пытается восстановить крону вот таким путем. Раз. И второе. Каждая из этих листиков, каждая, работает на все дерево. На все. Ну, ладно, допустим. Здесь у меня сомкнулись кроны сливы, которые я называю королево сада, и груши, да? Но я вам такие же волчки могу найти где угодно и везде, где, допустим, вам будет сказано. Ага, вот эта ветка растет вниз, а вот эта растет вниз. Их надо было уничтожить еще раньше. Вот. Нет. Польза от ветки, которая растет вниз, такая же 100%, как польза от ветки, которая растет вверх. Потому что каждый листик, это батарея солнца. Понимаете? Нет? Ой. Надеюсь, поняли. Потому что я в отчаянии. Заставляют убивать деревья, уничтожая это. Не сразу. На юге это происходит не сразу. Поэтому разницы не заметили. А северное садоводство придумано мной, железом. Вот. С помощью Николая Ивановича Курдюмова. Потому что разночтение огромное. Все надо делать наоборот. Ну, в общем, с этим понятно. И что получается? Я не могу. У меня здесь уссурийские груши посажены. Им по 5-6-7 лет. Они еще не плодоносят. Они сеянцы. Некоторые цвели плодов. Плодов не было. Год такой. А сосед, еще раз. Вот. По-моему, там даже Тимоша собирал груши. Я вам сейчас покажу фотографию. И вы поймете, как расправляются с уссурийскими грушами. Но сладкими. Как она стала сладкой, я рассказывал раз в 5. Я больше не могу. Рассказывал семинаристам. Рассказывал Курдюмову. Вот. Запомните слово. Найдите его. Телегония. Это имеет место быть. Это явление. Вот. А так как я уже о нем рассказывал раз в 5, я замолкаю и перехожу к персикам. Ты можешь не дразни людей. Ты же их не ешь груши-то. Чего ты вдруг схватил? Так. Ребенок кажется... Я речь хочу. А, ну так скажи. Что ты пока бродили по лесу проголодался. Ты у нас полноватый, я держу тебя в черном теле. Есть такое выражение. Так что давай, пока не надеешься фруктов, я тебе не дам мясо, которому тебя приучили. Я все еще не могу остановиться. Еще в этом фильме подчеркну один из основополагающих агроприемов, который, благодаря которым я вывел в конце концов, постулат под названием «Чем ниже режешь, тем мощнее саженец». Так, ребенок насмотрелся мультиков. Я его просил стоять, позировать в качестве мерной линейки. Он служит масштабом. Смотрите сюда. Значит, здесь самые старые деревья. Здравствуйте. Посажены в прошлом году весной. Так, Тимош, осторожно там. А, Тимоша, я к вам присовываю снова в гости. Да? Это ты с зрителями разговариваешь? Да. Ты у меня звезда. Когда 14 или 16 лет, ты станешь Железовым. И эта фамилия тебя обяжет быть садоводом, Новым Мичуриным. Из меня не получилось, Новым Мичуриным. Признание не пришло. Придет к тебе. А теперь смотрите сюда. Один из основополагающих постулатов. Еще раз говорю, потому что против меня огромное количество авторитетов. Язык не поворачиваться сказать. Вот. Один написал статью. Вот. Который говорит, два года нельзя пересаживая, обрезать. Другой вообще нельзя обрезать. Вот. И, к сожалению, у них фамилии раскручены всю Россию. Не хуже моей. Значит, смотрите. Итак, манджорские абрикосы. Они были примерно вот такими. Так, Тимош, подожди. Дядь, снимай меня. Я фильм снимаю. Вот. Они были вот такими. Только вон на том поле. Там, где целые заросли я рассказывал, показывал. Вот. Нет, покажу еще раз. Почему? Все фильмы увидеть невозможно. Кто-то увидит те фильмы, где я рассказывал. А кто-то, наоборот, этот фильм. Поехали. Тимош, ну ты, пожалуйста, ты же мой помощник. Теперь я буду снимать. Ты будешь снимать следующим? Нет, нет. Здесь очень важно. Я сейчас покажу. Итак. Вот такие они были. Это важнейший момент. Один из пяти-шести моих главных приемов. Вот такие они стали. В среднем они мне по грудь, по шею. А сейчас будешь снимать фильмы? Сейчас я закончу. Вот. Да, быстро. Итак, возвращаюсь сюда. Это прикупленное участок, благодаря которому удалось расширить питомник. Так, дальше. Дальше, дальше. Разница те. Трессированные были эти. Были посажены осенью. Они чуть пожиже. Но это я повторяюсь. А теперь смотрите. Вот такие вот. При пересадке становятся такими. Даже если бы, друзья, они были бы предназначены просто для того, чтобы быть проданными. И когда вам продадут вот такой за пятьсот рублей, это дети манджурского патриарха. Вот. Того самого манджурского абрикоса, который я прославил на всю Россию, надеюсь, на всю планету прославлю. Так. То есть, вот такие они должны быть при посадке. Еще. Вот, 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 вот. Вот, вот, вот. А теперь, Кимаш, остановись сюда. Я тебя буду показывать в качестве... Ты будешь мерной линейкой, метровой. Вот здесь вот, где у него голова, там где-то метр. Стань поближе. Итак, саженцы однолетние. Вот он, чуть дальше. Вот он. Как однолетний? Так, сейчас скажу. Середина апреля, привет. Май, юний, июль, август, сентябрь. Четыре с половиной месяца. Нет, ровно, ровно. А, нет, сегодня второе сентября. Четыре с половиной месяца. Вот ему. Вот это однолетка. Вот. А непроданная уже полуторалетка. Встань сюда, Тимош. Которая выше Тимофея в два с половиной раза. Встань. Вот. Я понимаю, что у тебя шило в одном месте, но мне надо показывать. Вот, видите, да? Полуторалетка. Запомните. Эти деревья. Ну, этот был оставлен без обрезки, потому что он остался непроданный. Так? Вот. А я при пересадке вот так обрезаю. И вы уже видели. Сейчас, наверное, я просто прикреплю фотографию. Участка номер два. Тот, который знает за дорогой. Вот. И на том участке, им два с половиной года, они были обрезаны по колено. Я уже говорил, я вынужден повторяться. Против меня тысячи публикаций. Тысячи. А я один. Так уж сложилось. Вот. Еще раз показываю. Вот. Однолетка. Однолетка. Теперь смотрите сюда. Они распушаются. Как бы это вам сказать-то? Слово распушаются, распушаются, распушаются. То есть, это, за один год дают ветки второго и первого и второго порядка, да? Вот. Теперь так получается. Начинается головная боль. А, про обрезку я уже сто раз говорил. А, про обрезку я уже сто раз говорил. Он думает так. Вот саженец, да? Вот. Вот. Ну, кстати, интересные вещи бывают, да? Это двухлетка. Она не пошла, не пошла прививка. Вот она осталась. Ну, редкий случай, когда прививка не пошла. А это ладно. Какой бы вам показать-то? Какой бы вам показать-то? Так, чтобы он был привитый. Так вот. Возьмем вот этот вот, да? Вот он раз-раз-раз-раз-раз-раз расстроился. И теперь уже, наверное, можно вот тут отрезать. Вот тут вот. Все равно получится вот тут вот. Вот здесь отрезать. Вот здесь. И вот здесь. Смотрим теперь. В масштабе. Для того, чтобы все-таки вот здесь вот эти почки работали. А в целом, получается, что если бы он был бы... Ну, вот, допустим, груша, да? Привитая. Груша, это вам не мощный абрикос. Вот это нормальный полноценный саженец привитый. Вот в таких случаях я бы оставил... Я бы сделал срез там, где вот вы видите бирочку алюминиевую. Поняли? Так. Ну что, с этим покончили. Теперь мы пойдем разбираться с персиками.